Песня Спасибо, мои дорогие, спасибо. Сегодняшний вечер особенный, потому что это мой последний вечер здесь. Я проработала в этом ресторане много лет, и мне очень нравилось петь здесь. Но в моей жизни произошли большие перемены. Я выхожу замуж и переезжаю в другую страну. Браво! Антон, а новую певицу уже нашли? А тебе какая разница? Иди собирай посуду. Вадим, поздравляю. Очень хорошая работа. С чем поздравляю? Мы сделали это. Что сделали? Альбом Риммы стал платиновым. Данные пришли буквально час назад. Президент заходил, хотел лично вас поздравить. А меня не было. Какая жаль? И это еще не все. Билеты на концерты распроданы все, подчистую. И все это благодаря этой статье в желтом журнальчике. Ну и Римма молодец. Дала серию интервью про ваши отношения. В соцсетях только это и обсуждают. И еще. У нас несколько запросов от серьезных изданий на вашу семейную фотосессию. Какую семейную фотосессию? Ну вы втроем. С Риммой и Васей. Отказать. Кому? Всем. Как всем? И скажи этим всем, чтобы дочку мою не трогали. И я в этом балагане тоже участвовать не собираюсь. Я понимаю, но ведь это шоу-бизнес. Вы же сами меня учили давать людям то, чего они хотят. Забудь все, чему я тебя учил. Забудь все, чему я тебя учил. Забудь все, чему я тебя учил. Как-то так. Здесь кухня. Уютненько. Да? Мне кажется, что мебель немного устарела. Да, ты знаешь, не помешало бы обновить. Кстати, у меня есть очень хороший дизайнер интерьеров. Гениальная женщина. Случайно не та, которая делала тебе квартиру. Да. Я обожаю твою квартиру. Сейчас кину тебе ее номер. Супер. Ну, ты видишь, гостиная абсолютно не приспособлена для приема гостей. Танцевать негде. Ну, а этой штуковине здесь, по-моему, вообще не место. Эта штуковина, если вы не знаете, называется фортепиано. И папа его очень любит. А он вообще знает, что вы тут замышляете? Моя мама обставляла этот дом. И мы не хотим ничего менять. Василисочка, я ведь тоже теперь живу в этом доме. И хочу чувствовать себя комфортно. А твой папа дал мне полное право в выборе интерьеров. Ну и делайте, что хотите! Вот, именно так он и сказал. Ужас. Это ужас. Простите, когда это закончится? Послушайте, девушка, я прошу, это невозможно. Могу я предложить вам бина? Не нужно мне бина. Я не хочу это сказать. Господа, я заберусь. Простите, может, вы задержитесь? Задержитесь. Отойди. У нас прекрасная кухня. Идем в другое место. Как ты мог такое допустить? Откуда я знал, что она? А кто должен знать? Ты позоришь мой ресторан и меня, как хозяина. Простите, Анатолий Павлович. Убери ее. Хорошо, Анатолий Павлович. Я скажу, после смены она… Сейчас. Но кто будет петь, Анатолий Павлович? Твоей проблемой. Если не исправишь ситуацию, берешься вместе с ней. Ты меня понял? Да, я вас понял, Анатолий Павлович. Анатолий Павлович, секунду. Арина, быстро переоденься, будешь сегодня петь. Ну что, что, что? Что ты слышишь с меня, как корова? Давай быстрее. Я официантка, это не входит в мои обязанности. А давай ты не будешь выделываться, ты же этого хотела. Как там это у вас называется, звездный час? Извините. Что? Приятный вечер, господа. Ты перед кем, перед тобой? Ты вообще кем себе возомнила? Как хочешь. Как год святой, но, Гарри, очень ревни, с тобою танго-мати. Простите. Ваш кофе. Здравствуйте, девочка. Парень, хорошо, извини. Нет. Извините. Простите, простите, простите. Ладно. Арина, прости меня, пожалуйста, за все, что я сделал плохого тебе, за все, что я наговорил. Прости. Вот так-то лучше. Простите, пожалуйста, ради бога. Боже, так жарко. Извините. Фу, гребня, что вы такое пьёте? Извините. Простите. Я не могу так больше. Что-то случилось, Вадим? Рим, я тебя не люблю, я не могу быть с тобой. Что ты сказал? Я хочу расстаться. Нет. Мы и не можем расстаться. После всех этих интервью. Ты спятил? Или у тебя температура? Ты представляешь, сколько мужиков мечтают оказаться на твоём месте? Меня никто никогда не отвергал. И ты не будешь первым. Прости, Рим. Иди вот. Я хотел, я пытался, но не могу. Отныне отношения между нами будут сугубо профессиональными. Ты звезда, я твой продюсер. Да какой ты без меня продюсер? Я разорву с тобой контракт. И ты никто, ты ноль без палочки. Ты ничтожество, ты понял? Делай, что хочешь. Я ненавижу тебя. Я, я обещаю тебе. Ты окажешься на улице. Ты понял? Сволочь. Да я тебя, я тебя уничтожу. Мам, ничтожество. Без меня ты окажешься на улице. Да ты же не мужик. Сволочь. Ничего себе. Вот это новости. Пап, что случилось? Садись. Вы поссорились? Нет, мы не ссорились. Мы расстались. А можно я не буду делать вид, что мне очень жаль? Бедный ребенок. Ты, наверное, так запуталась, да? Сначала мы с тобой говорим про маму Никиты, потом вся эта шумиха в прессе с Римой. А я с тобой так и не объяснился. Так что ты соберешься делать с мамой Никиты? Там уже ничего не поделаешь. Она меня ненавидит из-за этой статьи. Да ерунда. Подуется и перестанет. Не перестанет. Ты же знаешь ее характер. Пап, за нее надо бороться. Езжай к ней прямо сейчас. Дружище, ночь на дворе. Но она же сейчас на работе. Я знаю ее график. Что я ей скажу? Пап, кто из нас взрослый? Ты или я? Я не выносил яркий свет. Если не любил, значит слеп. Антон, очень приятный день. Да. Прекрасно. Это моя работа. Да. Счастливо. Если не любил, значит глух. И не выносил яркий свет. Где ты ее откопал? Так это же наша официантка, Арина. А, точно. Сразу не узнать. Если не любил, значит глух. И не слушать. И не слушать. И сердце звук. И сердце звук. Если не любил, значит глух, значит глух, если не любил. Спасибо, Олег Викторович, через несколько минут. Арина, нам нужно поговорить. Арина. Мне кажется, мы уже во всем поговорили. Да, послушай, я расстался с Римой. Очень жаль, вы были прекрасной порой. Да, постой. Выходи за меня. Вадим, я прошу тебя, я умоляю, не унижай меня. Найди себе другую жертву. Чего вы все уставились на меня? Только вышла на сцену, а уже сумасшедший поклонник появился. Хороша. Да. Да, знаете, у меня нюх. Распознавать в обычных людях талант. Таких вот, как официантки. Утром предложишь ей должность. Как скажете. Поехали. А что? О чем ты только думал, а? Ты не только себя уничтожил, ты всех нас подставил! Ну все, премия ушла конкурентам, тур с нами отменила, а премии их можно забыть. Все. Господи, ты понимаешь, что они тебе этого не простят? И я тебе не смогу помочь, даже если очень этого захочу. Давай закончим с эмоциями. У меня к тебе дело, присядь. Какое еще дело? Послушаем музыку. Я знаю, это любовь, точно любовь, когда танцует весь мир рядом с тобой. Не важно солнечный день или дождь проливной, я знаю, это любовь. А как там твой друг Саня? Нормально. Как обычно. А по Васе не скучаешь? Еще чего. И даже совсем не жалеешь, что мы с ними перестали общаться? Не нужны они нам. Нам никто не нужен. И вообще, чужих людей одни беды. Это да. Ну и зачем ты дал мне это послушать? Думаешь, благодаря ей тебе простят скандал с Римой? Это не для меня. Хочешь ее продюсировать? Ладно, в чем подвох? Нет подвоха. Я хочу отдать тебе эту певицу. Ее зовут Арина. Она не должна знать, что за всем этим стою я, иначе откажется. Ты должна сама как бы открыть ее с нуля. Понимаешь? Ну, кажется, я начинаю понимать. Вадим Александрович, вас президент вызывает на ковер. О, Господи, что делать? Скажите, что у вас есть план. Сереж, сейчас ты успокоишься и начнешь собирать мои вещи. Нет. Вы не можете так сдаться. Да ты не волнуйся. Возьмешь его к себе? Да, конечно, возьму, Сереж. Видишь, ты в безопасности. Тебя не уволят. А что будет с вами? Я пойду работать в какую-нибудь другую компанию. Мы не можем так рисковать. Но я буду тихонечко отбирать таланты для шоу. Рима не узнает. Руководство знает, что мы с тобой друзья. И они уже провели со мной беседу. И даже не в этом дело. Сейчас вряд ли кто-то захочет из этого бизнеса иметь с тобой дело. Во всяком случае, не здесь. А на будущее какие прогнозы? Будут разовые проекты. Я обязательно буду привлекать тебя. Но сейчас одно твое нахождение здесь подвергает опасности весь офис. И меня в частности. Курьер, я перевозил бумаги? Спасибо большое. Я вернусь через несколько минут. Давно я не был в таком ресторане. Прекрасная музыка, прекрасная кухня. За вас. Чай, пожалуйста. Как всегда. Пожалуйста. Спасибо. Будьте добры, вода. Секундочку. Очень хорошо поете. Да это я только второй день на сцене. Я до этого официанткой здесь работала. Серьезно? Угу. Вот уж никогда бы не подумала. Вы очень органично смотритесь. Спасибо. Скажите, а вы сами что-то пишете? Ну, да. Вижу, что пишете. Откуда вы узнали? Да потому что я работаю в музыкальном бизнесе. Вы думаете, я здесь отдыхаю? Я бы сейчас с большим удовольствием читала бы своему сыну сказки на ночь. Ну, а вместо этого я вынуждена ходить по барам в надежде найти новый талант. И знаете что, Арина? Что-то мне подсказывает, что я его уже нашла. Сережа! Распечатай контракт для Арины, только вместо имени Вадима поставишь мою. И курьера вызову. Это была певица Арина. И заслуженное первое место нашего хит-парада. Оставайтесь с нами. Сереж, Сереж, аккуратненько. Опять он. Надо бы уже охрану нанимать. Арина. Арина, поговори со мной хотя бы ради нашего сына. Никитка, ну заступись ты за отца. Наделала ошибок, хочу все исправить. Я хочу, чтобы мы были с семьей. Арина, а ты... Вот. Арина. Арина. Важной, арина. Ты чё так раздельный? Есть ещё один вариант, совмещу. Могу предложить мне это за? Могу предложить тебе это за? Это за. Вы можете запускать. Да. Да. Да, первые даши, район просто дуракный. Нет, вы просто посчитайте, сколько можете платить при жене. Снимать не дешевле, зато так вы платите за свое. Поверьте моему опыту, Мария. Покупка квартиры в строящемся доме в рассрочку — это сейчас самый лучший вариант вложения денег. Да. Заработайте в два раза больше на переуступке. Мариночка, я вам перезвоню. Да, срочно. Алло, Макс? Да, это я. Как же я давно тебя не слышал. Я тебя тоже. Привет, Вадь. Слушай, у нас тут просто завал, мы все вешаемся. Талантов, как и прежде, мало, а вот желающих — огромное количество. Короче, я тут подумал о тебе. Нам понадобилось еще одно. О, продюсерское ухо. Макс, огромное спасибо. Ты можешь на меня рассчитывать. Ну, работать пока будешь анонимно. Деньги в конверте. Как угодно. Я просто хочу работать. Но знай, все может измениться. Я помню тебя, и многим тебя не хватает. Спасибо, Макс. Приятно. Тогда записи вечером пришлю с курьером. Адрес тот же? Изменился. Я пришлю СМС. Отлично. Жду. Давай. СМС. Ух! Васенька! – Привет! – Здравствуйте, тетя Рената. Как ваше ничего? – Все хорошо. Вот одежда твоего папы. – Спасибо огромное. – Я вам котлеток сделала для пробы. – Да вы нас балуете. – Ну, хороших людей можно и побаловать. – Кстати, вчера по вашему рецепту пиццу готовила. Папе очень понравилось. – Ты такая умничка, Вась. – Ладно, я поеду, а то папа скоро вернется с работой. – Ну, хорошо. – До свидания. – Пока. – Здрасьте, дядя Толь. – Привет, Василиса. Дела-то как? – Да все пучком, дядя Толь. Сегодня вечером за эту дрель занесу. – Привет. – Хорошо. Давай. Стерва. Чтоб ты сдолкал. – Эй, ты чего? – Ты чего? Стерва. Чтоб ты сдолкал. – Эй, ты чего? – Ты чего? – Все эта тварь неблагодарная. – Что? Опять тебя отшила? – Даже не знаю, что теперь делать. Вот объясни, почему жизнь так несправедлива ко мне? Я тут Пашу, а она купается в лучах слабых. Квартиру себе купила четырехкомнатную, машину. А я ей, между прочим, сына дал. Делает вид, будто меня не существует. Еще сыночка против меня наузкала. А ты книгу о ваших взаимоотношениях напиши. Книга станет бестселлером. Ты прославишься и разбогатеешь? Ага. Сейчас. А что? Это идея. Ага. Хорошая идея. Спасибо. А можно еще селфи с вами? Конечно. Давайте я вас сфотографирую. Ой, спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Арина, вы лучшая. Спасибо. Хорошая здесь музыка. Да. Хорошо, что они попсу не крутят. Мне уже так надоело слышать свою песню и еще ремикс писать. Эй, ты что это, а? Просто каждый раз, когда ее слышу, я вспоминаю о Вадиме. А ты уверена, что дело только в песне? Угу. Я же дописала ее, когда влюбилась. Думала, мы будем вместе. Он поможет мне стать певицей. А он все это время был с Римой. Даш, мне так повезло, что я тебя встретила. Угу. 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 Да, извини, не могу просто... Угу. 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 Ай, ты посмотри, какая здесь мама красивая. А посмотри, какая ты красивая. Да. А кто звонил? Никто. Ой, как я это не удалила. Ну, не надо, пожалуйста. Посмотри, какие же вы тут счастливые. Это потому, что мы не знали, что они нас обманывают. Они оба. Я готов. Поехали. Издательство заинтересовалось вашим предложением. Но поскольку у вас нет опыта, книгу буду писать я. С ваших слов. Меня устраивает. Единственное, они сомневаются, будет ли достаточно материала для целой книги. Насколько хорошо вы знаете Арину? Вы шутите? Я был любовью всей ее жизни. Официант! Я ей подарил сына. Вы готовы заказать? Да, конечно. Я надеюсь, это за ваш счет? Ну, разумеется. Тогда мне, пожалуйста, вот это. Потом вот это. Салат. Десерт. И кофе с коньяком. Хорошо. А вам? А мне, как обычно. Хорошо. Прошу прощения, я должен ответить. Алло. Хороший этот парень. Ну, трек номер двенадцать. Да. У меня на него на самом деле большие планы и надежды. Нужно записать ему хорошую, качественную фонограмму. Я уже договорился с Супер Рекордс. И завтра в три часа они дают небольшую студию. Ну, а фонограммы я хочу, чтобы записал ты. Супер Рекордс. Не хочу там показываться. Почему? Они очень хорошо к тебе относятся, невзирая на твой конфликт с Римой. Их новая звезда меня ненавидит. Я не хотел бы с ней столкнуться. На самом деле мы обыскали кучу студий. И они единственные, кто решили пустить тебя на порог. И, между прочим, это шанс вернуться в бизнес. И вернуться красиво. Прости, не могу. Да? Да. Ладно. Придется тебя шантажировать. Помнишь, ты мне должен. Ну, за то, что я отказал сыну твоей Арины. Она не моя. Ну, это не важно. Я все понимаю. Но я это сделал для тебя. А ты для меня запишешь парня на Супер Рекордс. Ладно. Долг есть долг. Отлично. Благодарю тебя. Ну, вообще, как живешь? Да ничего так. Кручусь потихоньку. Юрий, идите сюда. Не шикую, но и не бедствую. Ну, если нормально, то я рад за тебя. Да, переехал. Я только что говорил с продюсером Арины. Она сказала, что вы с Ариной были знакомы немного, в молодости. Бросили ее беременной. И Никита не считает вас отцом. Да, кстати, насчет любви всей ее жизни. Видите, вот того мужчину. Ходят слухи, что это он, а не вы. Да врет она все. Она вам лапши на уши понавешивала, а вы поверили. Я вам такую правду про нее расскажу. Не надо мне ничего рассказывать. Всего хорошего. Кстати, счет оплачиваете вы. Мой кофе принесите за этот стол. Хорошо. Какие люди. Здравствуй. Еще живой? Очень смешно. Я присяду? Ну, присядь. Давай. Вадим, у меня к тебе предложение. Нет, спасибо. Книгу написать. О твоих отношениях с Ариной. Ты меня с кем-то путаешь? У меня нет никаких отношений с Ариной. О, конечно. А Римма недавно на вечеринке напилась и такое о вас болтало. Нашел кого слушать. Я Леху еще знаю. Мужа Дарьи. Так Леха сказал, что Дарья ему сказала, что Арина до сих пор по тебе сохнет. Что, так и сказала? Ну, не для печати, но... Оставь Арину в покое. Хорошо. Может, тогда про Римму книгу забабахаем? А чанечкам по морде тебе не забабахать? Да ладно. Все, все. Ну, почему ты свою личную жизнь не устраиваешь? На свидание не ходишь? Мам, ну ты опять? Все сохнешь по своему Вадиму. Но я же просила. Знаю. Знаю. Не упоминать его имени. Но я же переживаю о тебе. Ну, ты все еще его любишь. Так, все. Мне завтра рано вставать, у меня запись. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Малочка, я здесь. Иди сюда. Малочка, я здесь. Малочка, я здесь. И переполните еще дальше. Либо оставить. Ух. С hiddenка. Учиться, куда я вам? Ушел. Чай, спасибо. Продолжение следует... Машуля, здравствуй. Ой, Вадим Александрович, здравствуйте. Вадим, привет. Приветствую. Рад тебя видеть. Взаимно. Где-то восемь годов. Слушай, Арин. Здравствуйте. Да, да, да. Буду. Да. Что взять? Арин, послушай новую фонограмму. Привет, Вадим. Привет, Вадим. Привет, Дэш. Послушай, тебе лучше уйти. Это еще почему? Слушай, ну ты прекрасно сам все понимаешь. Не понимаю. Я просто старый знакомый. Она же не испытывает ко мне каких-то особенных чувств. Вадим, ну уйди, пожалуйста. Ты же видишь, она не может петь, когда ты рядом. А ты прекрасно знаешь, сколько стоит простой каждой минуты в этой студии. Я не заберу много времени. Ну. Я из-за тебя по миру пошел. Я отказался от всего. Я к тебе на коленях приполз. А ты? Из-за своей дурацкой гордости не можешь позволить себе быть счастливой. С меня хватит. С меня хватит. С меня хватит. С меня хватит. Все. Я так больше не могу. Даш, что-то случилось? Арина, нам надо с тобой поговорить. Алло, Никит, я все равно обижен на тебя, но ты была права, предков надо помирить, потому что моя мама все еще любит твоего папу. Значит, ты в ресторане появилась не случайно, и за всем этим стоял Вадим, и певица из меня сделала именно он. Стоп! Певицу из тебя сделала я, но с подачи Вадима. Состояние физическое. Материал, который окружен в сознании, не прикруглен. Артериальное давление низкое. Слушай, он на тебя позаботился, даже после того, как ты его отвергла. И если это не любовь, то тогда прости меня, я не знаю, что это такое, черт возьми! Мам! Мам! Где твой телефон? Зачем тебе? Там Вадим! Что, Вадим? Он попал в аварию! Как вы понимаете? Вот так вот! Первый раз с тобой лежит. Представляющий, в рубашке родился. Я подойду через пять минут. Угу. Вытащили моего остого свина. Все, операция закончилась, все хорошо. Он выжил, он будет жить. Папа будет жить. Что говорите? Как я уже сказал, угрозы для его жизни больше нет. Но он может не прийти в сознание. Ближайшие несколько дней будут решающими. Если не придет в себя, то так и останется. Что? 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 Я не понимаю. В коме? Навсегда? Что? Ариночка, как вы? Арино, я поесть тебе принесла. Вадима будут кормить через час, тогда и я поем. Мне из милиции звонили, сказали, что Юрия арестовали за попытку убийства Вадима. Это все камеры видеонаблюдения зафиксировали. А когда он выйдет из тюрьмы, я все так же буду сидеть здесь. А Вадим будет здесь лежать. Ну что ты в самом деле? Надо быть реалистами. Доктор сказал, несколько дней все решают, а он уже шесть дней лежит, и никаких изменений. Господи, мама, я убила этого человека. Я убила его своей гордостью, неумением прощать. Руками Юрия. Арина, что ты здесь делаешь? Мы же уже вроде все решили. Я просто хотела дождаться, когда ты придешь в себя. Теперь я могу уйти. Господи, ты невыносима. Даже здесь включила гордость. Если не любил, значит слеп. И не слушать сердца звук, если не любил. Папа, папа, папочка. Ну давай, что ли? Так, я не понял. Вы теперь поженитесь и легка. Мы женимся. И не выносим Яркий свет И если не любил Значит слеп. И не слушать И сердце звук И сердце звук И сердце звук